Субтитры создавал DimaTorzok Где вообще-то начинаются наши основные работы? Так, вот вам куда предстоит лестница, покажу. Голубев это, Виктор Васильевич. Его компетенция в исполнении служебных обязанностей было не только руководство робототехникой, но и эвакуация контейнеров с радиоактивными отходами с помощью вертолётов. Роботы в своё время были направлены на ЧАЭС для того, чтобы исключить возможность участия человека в дезактивационных работах. Показать вам? Вот это Голубев показывает робота, который мы прозвали «Стол на колёсах». Вот это робот Ленинградского института робототехники, которым командует Юрьевич Евгений Иванович. Вот одна из задач, единственная задач, которая была у них, очистить вот это всё от того мусора, который мы скидывали с отметки 50. Ну и не справилась с этой задачей, сейчас мы сюда будем высаживать вертолётом трактор «Владимировец» с отвалом, и человек будет всё это дело убирать вам туда в отвал. На ваш взгляд, а чем оно всё-таки несовершенно? Видите, какая конструкция. Это, в общем-то, по моему мнению, станция «Владимировец» техники. Да, Голубев правильно назвал эти роботы. Мы порядка 800 солдат сожгли на этих роботах, снимали шавер-разъёмы и возвращали эти разъёмы на перепайку. Подсчитывали как-то их количество. Да, начинает съезжать на... Вот они обеспечивали снятие этих разъёмов. Я понял. Всё, командую. Я приняду с вас к приезду. Вот Юрьевич. Вот Юрьевич, профессор. Однажды в программе «Время» он высказался, что он успешно здесь применил свои роботы, в результате чего мы были возмущены и отправили коллективное письмо в программу «Время». У нас не надо такие слова, ездят. Ну, выйдем, выйдем, посмотрим. Ага. Так МФ тяжёлый, да? Да. Ну, тогда это письмо возымело действие, и профессор Юрьевич с этими роботами, столами и табуретками на колёсах, он был отозван с Чернобыля. Вот он с кровли стаскивает остатки мягкой кровли и стяжки, похоже, бетонной. И за ним наблюдают промышленно-дивизионные установки. Ну, он очень-очень медлительный. Вот, видите, это в реальном времени. Это не Федя. Вот это не Федя. А Федя будет ещё показан. Это тоже такой же кабельный робот, выполнен на шасси. А Федя, на нём расписался сварщик. На этом роботе. Ну, тут разные специалисты. Здесь есть и Костромин с Боэс. Вот я его видел. Вот за экраном это голос Шведько Петра Васильевича, который умер год назад. в больнице. А когда он поломался, и как? Он зашёл. Он же специально для этого создан. Зашёл и стал. Он ни одного кирпича не сбросил. А вот это МФ-3. Робот, который напоминает танк по принципу действия. А по площади он занимает, ну, площадь современного легкового автомобиля. Да, Джокер почему-то к нему прилипло название. А он застрял из-за того, что у него между гусеницей и траком, то есть между гусеницей и катком попала сборка. И приняли решение, что этот робот можно немножко протащить лебёдкой, вытащить его из-под излучения, которое давал реактор в то время. И мы должны были этот робот несколько развернуть для того, чтобы вытащив его поближе сюда, к краю, можно было его снять вертолётом. Там так устроено, что фарков открываешь, он растормаливает. Как раз можно это трактовать, как спасательные операции рублёвым роботом. Вот это Федя. Валютного Джокера. МФ-2, МФ-3 в Германии закуплены были. В Венгрии это Форестери. Который нигде не участвовал вот здесь, в этих работах. Хотя его на крышу поднимали. И он пытался снимать кровлю. Но он очень, как и остальные роботы, очень медлителен был. Кроме того, были отечественные роботы. В том числе на шасси с солеподборщика. Ещё были кабельные роботы, изготовленные Белоярск Атомремонт. А позднее мы получили роботы, изготовленные на шасси лунохода. Они управлялись исключительно по защищённому радиоканалу связи. Но в настоящее время можно считать, что они управлялись цифровым радиоканалом. Но из-за того, что они медлительны, что за ними наблюдают с помощью телекамер. Каждый из роботов имеет очень узкий диапазон работы. Имеется в виду то, что у него достаточно узкий нож. Ну вот из-за этого вывели людей на кровлю. Роботы себя не оправдали. Они могут участвовать в отдельных видах работ, в отдельных аварийных ситуациях, но при масштабной аварии человек оказался надёжнее. Сейчас прибавятся осколки графитовые. Михаил Иванович, как называется Ваша должность? Чем Вы занимаетесь, кто отъезжаете? Ну, здесь я являюсь руководителем группы опытной эксплуатации специальных транспортных роботов. Вы давно уже здесь работаете? Нет, с 3 сентября. Ну, в общем-то, сравнительно давно. Наша первая группа во главе с полстанцией Сологу наладила здесь работу, организовала. Мы продолжаем. Ну, вот, работу на другой отметке. Они очистили отметку 71 метр, зону К. Скажите, пожалуйста, говорят с лисы, что наши роботы значительно превосходят зарубежные образцы. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...